Жители микрорайона под названием Лысуха, который расположился на одноименной горе, с трудом добираются до своих домов. Часто это похоже на альпинистское восхождение без специального оборудования. Люди рискуют не только сломать ногу или руку, но стать участниками дорожно-транспортного происшествия. Этот подъем можно сравнить с экстремальным аттракционом, где главным призом для кузнечан будет жизнь. Посыпают единственный путь к домам жителей этого микрорайона только после их настоятельных просьб. Уже очень сложно пожилым людям, которые являются основной частью жителей Лысухи, преодолеть подъем по чистому льду. Светлана Анисимова живет на горе практически всю свою жизнь. И сколько себя помнит, ни разу дорога, ведущая к лыжной базе Снежинка, не приводилась в должный вид, вне зависимости от времени года. Мы очень мучаемся. Мы не домой, не можем ехать ни из дому. У меня уже ребенок боится. И тут вообще это очень такая проблема. Каждый день она наблюдает жуткую картину, как человеку, идущему вверх, на встречу с горы ездит машина. Тут, как говорится, кто кого. Ширина дороги чуть больше полутора метров. А вместе с обильными снегопадами она становится намного уже. Такая проблема у нас. Вот лыжная база, когда сезон открывается, субботу, воскресенье, просто невозможно из дома выехать даже с ребенком никуда. Пешим ходом это вообще. У нас одни пенсионеры, можно сказать, инвалиды, они вообще не выкарабкиваются. Вот хлеб привозят сюда, они кое-как с палочками вниз уже все. И это проблема. У жителей Горыла Суха довольно много и других проблем. Это и отсутствие цивилизованного водоснабжения. Несколько лет назад закрыли амбулаторию. Неналажено транспортное сообщение. В связи с отсутствием дорожного полотна на гору часто отказываются выезжать даже скорая помощь. Но виноваты в этом не врачи.